На прошлом занятии мы рассматривали вопросы проектирования базы данных, сказали про анализ предметной области, рассмотрели датологическое проектирование, датологическую модель. Сегодня мы вернемся назад немножко и поговорим о концептуальной модели или еще называемой инфологической модели проектирования базы данных. Рассмотрим понятия концептуального проектирования и модель сущной связи. Инфологическая модель или концептуальная модель применяется на втором этапе проектирования базы данных, то есть после словесного описания предметной области. Процесс проектирования базы данных, процесс очень длительный, он требует обсуждения с заказчиками, со специалистами в этой области. Инфологическая модель или концептуальная модель должна включать такое формализованное описание предметной области, которое бы легко считалось не только специалистами по базам данных, но и специалистами в конкретной предметной области. С другой стороны, это описание должно быть настолько емким, чтобы можно было оценить глубину и корректность проработки проекта базы данных. Эта модель не должна быть привязана к конкретной СУВД, то есть инфологическая или концептуальная модель прежде всего связана с попыткой представления семантики предметной области в модели баз данных. Реляционная модель данных в силу своей простоты и лаконичности не позволяет отобразить семантику, то есть смысл предметной области. Таким образом, концептуальная модель включает описание объектов и их взаимосвязи, представляющих интерес рассматриваемых предметной области и выявляемых в результате анализа данных. Концептуальная модель применяется для структурирования предметной области с учетом информационных интересов пользователей системы. Она дает возможность систематизировать информационное содержание предметной области, позволяет как бы подняться вверх над программным обеспечением и увидеть ее отдельный элемент. При этом уровень детализации зависит от выбранной модели. Концептуальная модель является представлением точки зрения пользователя на предметную область и не зависит ни от программного обеспечения СУБД, ни от технических решений. Концептуальная модель должна быть стабильной. Могут меняться прикладные программы, обрабатывающие данные, может меняться организация физического хранения. Концептуальная модель остается неизменной или увеличивается с целью включения дополнительных данных. Проблема представления сематики предметной области давно интересовала ученых-разработчиков теории баз данных. Было немало предложено вариантов решения данной проблемы. К таким решениям можно отнести семантическую модель данных, предложенную Хаммером и Маклеоном, функциональную модель данных Шипмана, модель сущной связи, предложенную Ченом, и именно эта модель, предложенная Петером Пин Шенченом в 1976 году, оказалась наиболее живучей. Она имеет место в кейс-системах, в современных кейс-системах, которые используются при проектировании баз данных. Это модель, основанная на таких понятиях, как сущность, атрибут, связь. Под сущностью понимают основное содержание объекта программного обеспечения, о котором собирают информацию. В качестве сущности могут выступать место, вещь, личность и явления. Сущность — это класс однотипных объектов, информация о которых должна быть учтена в модели. Каждая сущность должна быть именована, то есть иметь наименование, и это наименование должно быть выражено существительным в единственном числе. Экземпляр сущностей — это конкретный представитель данной сущности. Экземпляры сущностей должны быть различимы. То есть сущности должны иметь некоторые свойства, уникальные для каждого экземпляра этой сущности. Атрибут сущности — это именованная характеристика, являющаяся некоторым свойством сущности. Наименование атрибута должно быть выражено существительным в единственном числе. Возможно, с использованием характеризующего прилагательного. Ключ сущности — это неизбыточный набор атрибутов, значения которых в совокупности являются уникальными для каждого экземпляра сущности. Неизбыточность заключается в том, что удаление любого атрибута из ключа нарушается его уникальность. Сущность может иметь несколько различных ключей. Связь — это графически изображаемая ассоциация, устанавливаемая между двумя сущностями. Эта ассоциация всегда является бинарной и может существовать между двумя разными сущностями или между сущностью и ей же самой, т.е. прекурсивная связь. Связи позволяют по одной сущности находить другие сущности, связанные с нею. Каждая связь имеет два конца и одно или два наименования. Наименование обычно выражается в неопределенно глагольной форме — иметь, принадлежать и т.п. Каждая из наименований относится к своему концу связи. Иногда наименования не пишутся, ввиду их очевидности. Каждая связь может иметь один из следующих видов или типов связи. Связь один к одному, один ко многим или многие ко многим. Связь типа один к одному означает, что один экземпляр первой сущности, левой, связан с одним экземпляром второй сущности, правой. Связь один к одному чаще всего свидетельствует о том, что на самом деле мы имеем всего одну сущность, неправильно разделенную на две. Связь типа один ко многим означает, что один экземпляр первой сущности, левой, связан с несколькими экземплярами второй сущности, правой. Это наиболее часто используемый тип связи. Левая сущность со стороны один называется родительской, правая со стороны много дочерней. Связь типа «много ко многим» означает, что каждый экземпляр первой сущности может быть связан с несколькими экземплярами второй сущности. И каждый экземпляр второй сущности может быть связан с несколькими экземплярами первой сущности. Тип связи «многие ко многим» является временным типом связи, допустимым на ранних этапах разработки модели. В дальнейшем этот тип связи должен быть заменен двумя связями типа «один ко многим» путем создания промежуточной сущности. Например, если я рассмотрю предметную область студент, обучение, преподаватель, вуз, тогда связь типа «многие ко многим» — это отношение между преподавателями и студентами или же между студентами и дисциплиной. То есть у каждого студента преподает несколько педагогов, в то же время у каждого преподавателя много студентов. Точно так. Каждый студент изучает множество дисциплин, но каждая дисциплина изучается многими студентами. «Один ко многим» — это, например, когда на одном факультете обучается много студентов. То есть студент обучается на одном факультете, но таких студентов много. Или же у одного куратора, у одного лектора много студентов. Лектор один по конкретному предмету, либо один куратор конкретной группы. Ну, один к одному мы сказали, что это немножечко неправильная связь. Это, скорее всего, одна сущность. По примеру, один к одному можно сказать, что один студент, конкретный студент, учится или имеет один набор оценок. Хотя тоже эта связь немножко сомнительная. Подобный набор оценок может иметь каждый студент. Тут и примеров подобрать трудно, так как, скорее всего, неправильная разделенная сущность. Каждая связь может иметь одну из двух модальностей связи. Модальность «может» на чертеже обозначает пунктирные линии. И модальность «должен» на чертеже обозначается прямой линией, сплошной линией. Модальность «может» означает, что экземпляр одной сущности может быть связан с одним или несколькими экземплярами другой сущности. А может быть и не связан ни с одним экземпляром. Модальность «должен» означает, что экземпляр одной сущности обязан быть связан не менее, чем с одним экземпляром другой сущности. Связь может иметь разную модальность с разных концов. При построении модели сущность связь используют графические диаграммы. При этом обозначают сущности прямоугольниками, атрибуты овалами, связи ромами. При этом более сложными элементами модели являются уточняемые степени связи и каскадные удаления экземпляров сущности. Уточняемые степени связи используют тогда, когда полезно определить возможное количество экземпляров сущности, участвующих в данной связи. Например, студенту разрешается принимать участие не более, чем в трех научных проектах одновременно. Для выражения этого семантического ограничения разрешается указывать на конце связи ее максимальную или обязательную степень. Каскадное удаление экземпляров сущности – это когда некоторые связи бывают настолько сильными, что при удалении опорного экземпляра сущности нужно удалить и все экземпляры сущности, соответствующие к концу связи в ноги. Соответствующие требования каскадного удаления можно сформулировать при определении сущности. Ну, рассмотрим небольшой пример. Мы сказали, что в сущности это прямоугольники. То есть у нас есть сущность ВУЗ, сущность факультет, преподаватель, студент, дисциплина. РОМ – это связи. Факультет принадлежит ВУЗу. На факультете учится студент. Студент изучает дисциплину. Преподаватель работает на факультете. Преподаватель преподает дисциплину. Ну и дальше. Дисциплина через экзамен связана со студентами. Отношения один к одному, один ко многим, один ко многим, многие ко многим. Ну и здесь многие ко. Диаграмма учебного процесса тоже сущности студенты, успеваемость, учебный процесс, предметы, преподаватели, кафедра группы. Здесь у нас рекордизм, сильная связь, то есть отношения студентов, многие ко многим будут. Студенты группы, многие ко одной группе. Успеваемость студенты, успеваемость, успеваемость, многие ко одной. Успеваемость и учебный процесс. Тут тоже нужно ждать, что многие ко многим. Ну и остальные связи разберете самостоятельно. Мы только что сказали, что данная модель, ER-модель или модель сущной связи используется в кейс-системах при проектировании баз дата. То есть это системы, которые позволяют автоматически выстроить вот такие ER-диаграммы. Например, сущность студент, она сущность дается в прямоугольнике. Наименование сущности отделено от основной характеристики, шапочкой как бы. Дальше обычным перечислением идут атрибуты сущности. Возможные ключи подчеркиваются, либо отдельно выделяются. Тут сущность студент имеет такие характеристики. Айден номер студенты, айден номер группы, фамилии студенты и так далее. И первичным ключом, например, может быть, айди студента. Эта сущность входит или содержит в себе группы. Тоже имеется айди группы, которые являются возможным ключом, или не то, что являются возможным, а первичным ключом. И далее атрибуты. Здесь уточненная диаграмма концептуальной модели учебного процесса. Самостоятельно разобрать, какие сущности в себе имеются, какие связи между сущностями представлены, какие бы связи вы сделали модальными, типа «может», а какие модальными, типа «должен». Рассмотрите атрибуты сущностей, подумайте, какие бы атрибуты вы к этим сущностям еще добавили. На экране вы видите вопросы для самоконтроля. Рекомендуемая литература именно по этой теме. На следующем занятии мы продолжим знакомство с базами данных, в том числе с клиент-сервированными. На сегодня завершаем тему проектирования баз данных.